Два года, как в России, в том числе Алтайском крае, действуют правила, по которому кредиторы могут взыскивать деньги с должников без суда. К кредиторам достаточно обратиться к нотариусу и получить так называемую исполнительную надпись, которая приравнивается к исполнительному документу. Такая ускоренная процедура уже затронула многих заемщиков края. Плюсы и минусы новой формы взыскания обсудим с президентом Алтайской краевой нотариальной палаты Натальей Дрожжиной. Здравствуйте, Наталья Петровна. Здравствуйте, Лена. Ну вот первый вопрос такой. По данным Федеральной нотариальной палаты, популярность взыскания кредитных долгов через исполнительную надпись резко возросла. С чем это связано? Вы очень правильно сказали, что это процедура. Исполнительная надпись – это определенная процедура. И она гораздо легче, процедура исполнительной надписи нотариуса гораздо проще и легче, нежели судебная процедура взыскания долгов. Поэтому, скорее всего, на сегодняшний день, это, скажем так, вторая жизнь исполнительной надписи. Она была всегда, и в советские времена была исполнительная надпись. Может быть, кто-то, кто помнит, по исполнительной надписи нотариуса взыскивались долги за коммунальные платежи. То есть по исполнительной надписи нотариуса могут быть взысканы бесспорные долги, которые не нужно доказывать возникновение этого долга. Когда не нужно доказывать возникновение этого долга? Это по нотариально удостоверенному договору, где существуют какие-либо денежные обязательства. Даже если у вас по договору купли-продажи квартиры, к примеру, указана рассрочка платежа, но покупатель перестал вам выплачивать, вам нет необходимости обращаться в суд с тем, чтобы доказывать свое право на те денежные средства продавцу, он может обратиться к нотариусу и эту исполнительную надпись попросить наложить на сам договор. На договор накладывается исполнительная надпись, имеет силу исполнительного листа и в соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом обращаются к судебным приставам-исполнителям, и дальше эта проблема уже, скажем так, судебного пристава-исполнителя и должника. Вот в этом и есть принципиальная разница от судебного вида взыскания? Конечно. По судебному порядку необходимо установить наличие долга, да. По судебному порядку это будет достаточно длительная процедура. Скорее всего, вы будете задействовать представителей с одной, со второй стороны. И вы заплатите государственную пошлину за взыскание. Она выше, чем нотариальный тариф по исполнительной надписи нотариуса. Ну, во-первых, это будет растянуто во времени, но это достаточно затратно для граждан. А вот кто может обратиться за получением исполнительной надписи и для чего это нужно? Это могут обратиться кредиторы. Те, кто одалживал ли деньги, одалживал ли какое-то имущество, либо в обеспечение обязательств какого-то долга было заложено имущество. Теперь кредитор хочет получить либо свои деньги, либо заполучить то имущество, которое было заложено. Ну, наверное, давайте вернемся к тому, по каким документам могут происходить взыскания в бесспорном порядке. Это, я еще раз подчеркиваю, нотариально удостоверенные сделки. Это кредитные договоры за исключением микрофинансовых, вот я прям слово как-то нехорошее, как говорится, пирамид, но да, микрофинансовых организаций, да, вот эти, которые... Потому что там придется доказывать возникновение долга, проценты какие были, ну, добровольность подписания или еще это, я не знаю что. Вот, надо сказать, что еще достаточно большой перечень содержит постановление правительства, 12-го года туда входят и залоговые билеты в ломбарде, которые остаются, но там тоже определенные договоры займа. А, вот я еще забыла, договоры займа, заключенные с организациями в сфере жилищного, жилищной организации, если я сейчас не знаю, но точно не повторю, как это называется, ну, то есть по договорам займа, по договорам залога, если в них указывается исполнение по исполнительной надписи. Наталья Петровна, я уточню, вот микрофинансовые организации не могут обратиться, а банки могут, да? Банки, кредитные банки, банковские организации могут. И я думаю, что вот тот всплеск по этой процедуре исполнительной надписи нотариуса произошел как раз из-за того, что банки в основном обращаются к нотариусам за тем, чтобы нотариус вынес исполнительную надпись на кредитный договор. А правда, что банки и другие кредиторы, в общем-то, могут обратиться к любому нотариусу на территории России? Да, вот ограничений по совершению этого нотариального действия территориального не существует. Поэтому в основном, я думаю, что этим занимаются нотариусы города Москвы. И вот представьте, вы там решили оспорить исполнительную надпись, да, и хотите, то есть вам придется это делать в судах Москвы, в судах города Москвы. Можно будет как-то дистанционно или придется даже туда ездить? Ну, это уже надо будет смотреть процедуру гражданско-процессуальную, в каком порядке. Это будет арбитражный суд, если там юрлиция, либо это будет суд, и спор между предпринимателями, либо это будет суд общей юрисдикции. Да, на сегодня возможно дистанционно, но что такое-то, когда ты не участвуешь в судебном процессе? Ну вот, и надо сказать, что в данном случае будет обжаловаться не само действие нотариуса, потому что оно бесспорное, нотариус делает его на основании определенных документов, которые четко поименованы. А уже будет идти спор о праве, было или нет, и вы будете доказывать. Ну, таким образом. Ну, в общем, непросто все равно получается. Конечно, непросто. Есть проблемы, ну ладно, в Москву вы еще доберетесь. А если, ну, к примеру, в республике Алтае, в Усть-Коксинском районе вам нужно будет добираться каждый раз на судебное заседание туда. Ну, вот, как-то так. Ну, вот как раз о Москве. Недавно обратилась к нам жительница Барнаула, которая узнала, что в отношении нее, значит, была использована такая нотариальная надпись. Правда, об этом она узнала, когда уже ее пригласили к судебным приставам, да, и предъявляли ей, в общем-то, долги, что с нее будут их взыскивать. Да, надпись получена в Москве. Ну, вот, как это возможно, вы уже, по большому счету, объяснили. Да, это возможно. И действительно, должник узнает о том, что наложена исполнительная надпись уже только от судебных приставов исполнителя. Если это просто денежное обязательство между кредитором и должником, это будет, вот, уже к нему придут тогда. А вот если в обеспечении каких-либо обязательств были заложены имущества, да, то тут нотариус обязан все-таки уведомить лицу, что вы либо исполните долг, и тогда не будет наложена исполнительная надпись, либо понимаете, что будет наложена исполнительная надпись. А вот банк должен уведомить должника о том, что, в общем-то, с него будут... Да, конечно. Он должен направить письмо, это однозначно. Это прописывается и в условиях кредитного договора в любом случае. И по законодательству, по основам законодательства Российской Федерации о нотариате, когда кредитор придет к нотариусу, он как раз и предъявит, так скажем, уведомление о том, что есть сумма, некая задолженность, она направлена должнику. И с момента, как должник получил это уведомление, прошло не менее 14 дней. А как же так получилось, что вот эта самая жительница Барнаула, она не получила никакого уведомления? А вот та самая жительница Барнаула ходит на почту, когда приходит уведомление о вручении письма, к примеру? Ну, мы ведь знаем, что не всегда мы получаем эти уведомления. Где-то почта не сработала, где-то что-то. Ну, вот здесь, знаете, те лица, которые вступают в кредитные какие-то отношения, они должны очень часто ходить на почту и проверять, ли свой почтовый ящик, и проверять, не хранится ли на почте некое письмо, потому что, ну, на сегодня направление по тому адресу, который указан в договоре, уже считается тем, что направлено по надлежащему адресу. И то, что вы его не получили в почтовом отделении, это уже ваша проблема. Ну, не может быть такой ситуации, что банк не направил это уведомление? Может. Может. Ну, получается, он нарушил закон. Да, вот в этом случае, конечно, ей необходимо обратиться в суд ровно для того, чтобы проверить, направлялось оно или нет, есть ли подтверждение у банка о том, что данное уведомление было направлено. Вот, кстати, как гражданину доказывать свою правоту? Ну, да, вы так на стороне больше должников, я понимаю, да, боитесь о нарушении прав. Вы знаете, когда вы подписываете некий договор займа, да, когда вы берете деньги, ведь предполагается, что вы должны отдавать в соответствии с теми условиями, которые были указаны в этом договоре. Наверное, все-таки исполнительная надпись, она более удобна действительно для кредиторов, потому что она упрощает процедуру взыскания тех денег, которые вам дали ранее. Поэтому, как быть должнику? Ну, во-первых, платить по платежам вовремя, чтобы не возникало пеня, какие-то штрафы и прочее. Ну, а если совершены неправомерные действия со стороны кредитора или нотариуса? Это все делает суд. Все спорные вопросы у нас рассматриваются в судебном порядке. То есть даже нотариус наложил исполнительную надпись, судебный пристав исполнитель обратился к вам, вы процедурно можете обжаловать и действия нотариуса, то есть вы будете обжаловать саму исполнительную надпись. А есть ли какая-то польза для должника именно от этого вида взыскания? Для должника есть польза и достаточно значимая. По исполнительной надписи нотариусов взыскивается только основной долг, не взыскивается пеня, не взыскиваются никакие штрафы, но на это идет кредитор как бы осознанно, что быстрее процедура все это закончится. Первое. И второе, конечно, что в связи с такой быстрой процедурой не возникнут долгов перед кредитором по оплате услуг его юристов. Потому что это все оплачивает, все-таки должник будет оплачивать. Наталья Петровна, спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин